Диакон Михаил Беккер Выпускник факультета словистики Амстердамского университета, доктор наук. Директор Центра Восточно-Православного Богословия при Богословском факультете Амстердамского свободного университета. Клирик Свято-Никольского прихода Московского патриархата в Амстердаме. Спасибо большое, что согласились пообщаться, дать интервью. Первый вопрос, он сам собой напрашивается, кто они, православные христиане, которые живут в Голландии. Потому что, сами понимаете, о Голландии в России довольно своеобразное сложилось мнение. Это страна, в которой очень много свобод, очень много вещей, которые в других странах запрещены. В Голландии они разрешены. И как в таких условиях живется православный христиан? Спасибо. Вопрос свободы, в частности, тех колоссальных свобод, которые существуют в Голландии, безусловно, очень интересный. Потому что в христианском учении, в трудах греческих отцов церкви, свободе человека уделяется огромное внимание. Так что, в самой свободе нет ничего плохого. Она дает человеку возможность выбора. Выбора между добром и злом. Как раз такую ситуацию мы и имеем сейчас в Голландии. Все дозволено. А это значит, что человек сам должен сделать свой выбор. Мне представляется, что наше время во многом схоже с тем, что было 2000 лет назад. Схоже со временем начала христианства. Нет ничего невозможного. Все доступно. Даже в брак можно вступить с кем угодно. Но таким образом нам дается свобода выбора собственного пути. Так что пусть общество остается таким, как есть. А мы будем принимать свои христианские решения. Понятно, что люди, которые приходят к вам в храм, эти люди принадлежат к современному обществу в Голландии. Естественно, что общество влияет на ваш приход, на православную церковь в Голландии. Но есть ли обратное влияние? Пытается ли православная церковь каким-то образом влиять на общество в Голландии? Во-первых, говоря о нашем абстрадамском приходе, надо отметить, что первые 20 лет он жил в изоляции. Можно сказать, в гетто. И сначала в православие приходили в основном голландцы. Такие, например, как я сам. Теперь же, благодаря росту эмиграции, у нас есть представители более 20 национальностей. Так что в этом смысле мы стали гораздо богаче. И эти годы были годами строительства. И не только строительство нашего отдельного взятого прихода в городе Амстердам, но и вообще православие в Голландии. И мы замечаем, что люди тянутся к нам. Причем это происходит на самых разных уровнях. Так, при Амстердамском свободном университете был основан Амстердамский центр восточно-православного богословия, директором которого я являюсь. Нам сказали, приходите. Университет заинтересован в православном присутствии. И это показательно. То, что о нас хотят больше узнать. Или уже на другом уровне. На прошлой неделе у нас была встреча с представителями правительства. И там обсуждался вопрос о признании православия одной из официальных конфессий Голландии. Все это означает, что к нам относятся всерьез. А мы, конечно, всегда готовы рассказать, что такое православие так, чтобы о нас больше узнали. Интересно, что среди разных аргументов, которые я приводил на этой встрече, самым убедительным оказался такой. В Голландии православие, можно сказать, укорененная конфессия. Ведь нашей королевой в XIX веке была Анна Павловна Романова. И она всю свою жизнь была православной. И это произвело такое впечатление, что в Министерстве юстиции нам сказали, да, будет правильно, если православие станет одной из официальных религий Голландии. Сегодня говорят о том, что Западная Европа — это область, где командует секулярность, секуляризм. Что западное общество стало очень секулярным. Что сегодня на Западе есть кризис веры. Так ли это? Или мы, когда смотрим из России на Западную Европу, на людей, которые там живут, все-таки видим картину не полностью, ошибаемся? Знаете, я год прожил в Греции и усвоил там один урок. Греков, у них есть свои недостатки. Слишком много тратят, например, и часто сидят без средств. Но что у них замечательно, так это то, что они редко судят других людей. И, по-моему, это очень важно, потому что судить другого — это значит посмотреть на него и сказать «Вот это плохо». Понимаете, секуляризм — это, конечно, факт. Но ведь в нем можно увидеть и благоприятную возможность, в особенности для молодежи, которая приходит к нам в храм, потому что в храме секуляризма нет. У людей постарше на памяти есть что-то дурное о протестантстве, о католичестве, всякие там скандалы, а молодые, услышав про Троицу, говорят «Вот это да, как интересно», и начинают учиться с чистого листа. Так что теперешняя ситуация в каком-то отношении оказывается и плодотворной, особенно для молодежи, которая начинает все заново. Ведь окружающая обстановка — да, она может вызывать у нас осуждение, даже гнев, но такая уж она есть. И наш долг жить в этой обстановке, выполняя все то, что в наших силах. Кажется, митрополит Антоний Блум, митрополит Суровский, любил шутить, что православные священники, которые служат на Западе, воспринимаются в России как жуткие либералы. Но когда они служат там, на приходах в Западной Европе, их часто воспринимают как настоящих консерваторов. Вы могли бы эту шутку прокомментировать? Есть ли в ней доля правды? Полагаю, что это противопоставление, да и сам термин «либерал» слишком неудобно в употреблении, и лучше их оставить в стороне. Как говорит отец Андрей Лауд, мы, православные христиане, не консерваторы, как о нас обычно думают. Мы радикалы. Радикалы в смысле латинского слова «радикс», что значит «корень». Мы укоренены, потому что знаем, откуда происходим и куда идем. Так что речь здесь не о простой схеме «консерватор» не «консерватор», так как подобная схема предполагает, что мы опираемся на парадигму мира и, соответственно, судим о церкви. Да, во многом мы следуем традиции, и для православных на Западе это означает, что им приходится учиться весьма необычным для них вещам, ведь и западное общество и его законы совсем другие. Таковы уж условия, в которых мы живем. Но не следует забывать, что множество вопросов, которые встают перед нами, встают повсюду. Ведь отцы церкви ничего не писали ни про эвтаназию, ни про манипуляции с человеческим эмбрионом, ни о медицинских проблемах и тому подобных вещах. Людям самим приходится находить ответы на все эти вопросы. И мы, православные христиане, должны дать на них свой собственный ответ. И это та задача, которую необходимо выполнить и на Востоке, и на Западе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!